будьте активны друзья я не знаю как сейчас обстоят дела в россии с обучением но в америке когда я уже приехал мне было уже 39 лет где-то год я учил язык потом продолжал его изучать но в школе когда уже непосредственно брал профессию я заметил здесь очень интересную методику все что делается обсуждается между учениками и учителя обсуждается потому что уже доказано что обсуждение когда человек участвует не только тупо заучивает то что заучивает есть короткая память долгая память долгую память очень редко что откладывается обычно люди запоминают для того чтобы сдать текст дал и забыл с успехом человек но когда обсуждается вот процессе обсуждения человек больше запоминает на воле долгий срок поэтому я предлагаю всем вам участок и если я выбрал вас из него не потому чтобы вас как-то устудить в чем-то или затруднить просто даю вам возможность участвовать для того чтобы улучшить освоить усвоить этот этот предмет которым вы не поняли к примеру не поняли маркетинг план давайте участвовать для того чтобы его разобрать не поняли, другой вопрос давайте участвовать поэтому вовлекайтесь в этот, Мурат уже что-то пишет и то, и другое и третье просматриваю рекламу и да то есть вы смотрите по 100 каждый день, начисляют вам и реверды все, понятно вы практически в процессе но наверное что-то непонятно как деньги зарабатывать давайте туда, если все-таки у нас 17 человек я не буду сегодня мотивировать, раз мы уже новичков здесь нету, давайте мы все-таки пройдемся по маркетинг плану так может быть даже начнем с продуктов правильно значит Людмила, я отвечаю если вы не купили себе пакет то естественно вы пока ничего не зарабатываете но если вы купили хотя бы на 60 долларов на 60 долларов лицензию годовую и проплачиваете 10 долларов ежемесячно вы можете зарабатывать много рекламы много рекламы я на этом сегодня остановлюсь больше, чтобы вы понимали что мы имеем что мы имеем давайте начнем с продукта и на рекламе вы чуть остановимся побольше сегодня не секрет что реклама сегодня это является ну самым самым ликвидным таким продуктом потому что без рекламы без рекламы без рекламы ну не туды и не суды реклама двигатель торговли можно перечислять очень много ничего не происходит без рекламы даже в деревне если баба дунья не пройдется по деревне и не расскажет о ком-то о чем-то что произошло в том краю деревни никто не узнает то есть реклама работает из деревни пусть в виде сплетни пусть в виде болтовни но она двигает она говорит вот-вот-вот из деревни пришел вот то-то то-то-то и привез очень много бананов не знаю для чего эти бананы ему но у него да или там что-то другое и всем уже становится интересно реклама она двигает но можно ее продвигать бесплатно вот так как делает баба дунья в деревне но можно продвигать и за это получать деньги в рекламе нуждается кто-то умело ее подставляет тем людям которые бесплатно разнести эту рекламу потому что им не терпится это кому-то рассказать чешется язык то есть болтливые люди можно им подсунуть и они его просто берут и бесплатно распространять но так же можно на этом заработать когда мы сознательно знаем что есть люди кому реклама нужна а мы те которые можем раскрутить их бизнес очень просто поэтому так как мы не живем в деревне мы не знаем людей кому поставить чтобы они бесплатно за нас поработали живем в городах живем в разных странах а мы хотим привлечь не только нашу деревню а нашу область нашу страну и весь мир поэтому сплетни местного значения здесь не имеет никакого значения никакой никакой будем так говорить ценности потому что в мировом масштабе нужно использовать именно те инструменты которые уже есть и в нашей компании есть такой инструмент аксесс это ротатор и на практике гугла на практике гугла уже доказано что здесь можно заработать очень очень большие деньги что для этого нужно для этого нужно чтобы ваш сайт увидели и увидели достаточно много людей а чтобы до них достучаться нужно создать что трафик вот наша компания как раз занимается этим с 1998 года она вышла на рынок как INet Global и стала продавать именно пакеты пакеты которые давали возможность людям рекламировать себя и зарабатывать на этом поэтому ну до сегодняшнего дня уже в аксессии почти полмиллиона человек которые участвуют на данный момент на ротаторе если вы выставляете свой сайт то половина полмиллиона человек могут увидеть напрямую ваш сайт но это не конечный результат потому что ваш сайт поднимается в рейтинге если вы его грамотно продвигаете то он появится в гугле в яндексе в байду в других поисковых системах вот вот мы выходим за рамки нашей нашей деревни нашего города нашей страны именно через этот инструмент не через бабу думи а выходим через аксесс а насколько выгодно чтобы вас видели весь мир мы сегодня говорить не будем потому что это стая трата времени если мы этого не видим значит нам с нами бесполезно говорить а если мы это видим то нету смысла об этом говорить это смотрите у нас есть возможность рекламировать и рекламировать по всему миру и очень грамотно и с очень современным инструментом следующее у нас есть доменные услуги регистрация доменов хостингов мобильная связь и мобильные услуги сайтовые текстовые баннерные и мобильные рекламы рекламы у нас есть продукт в виде лодкаст который в очень скором будущем мы сможем его предлагать другим партнерам за определенную сумму цены будут установлены мы сможем по прямым продажам здесь тоже заработать суши это первая игра которая выставлена на нашей платформе люди могут здесь играть таких игр будет достаточно люди будут проводить здесь трафик трафик это то что привлекает всех бизнесменов которые хотят это продать где есть трафик где есть люди выгодно там выставлять такие вот баннеры вот если вы смотрели на всяких стадионах футбольных матчах концертах вроде бы концерт какой-то рок-группы а рядом там находятся какие-то баннеры кока-кола и другие почему потому что люди люди видят они запечатлевают они запоминают потом когда в городе где-то гуляют опять перед глазами что кока-кола почему-то ему очень захотелось кока-кола что-то родное он где-то видел ассоциируется с чем-то приятным знакомым он был на этом рок-концерте или там поп какой-то звезды ему было хорошо там и рядом был этот баннер и он его воспринимает как что-то родное и в следующий раз когда он увидит этот баннер почему-то ему захочется оставить несколько долларов чтобы купить вот это и попробовать хотя это вреднейший продукт на земле вреднейший продукт как и все вот эти банки склянки где есть газы искусственные сахары все это вредны но они хорошо продаются только потому что работает реклама вот поэтому на нашем ротаторе мы делаем трафик то есть загоняем туда людей а их чтобы загнать туда оружие не заставишь прошли те времена их нужно чем-то привлечь поэтому на нашем ротаторе есть вот такие игры так суши будут появляться и другие на нашем ротаторе сейчас уже 15-го числа завтрашнего дня я так понимаю первые лидеры которые были выбраны компанией для того чтобы протестировать в чат вот эту программу будет этот тест целый месяц после этого будет дана возможность всем учащим учащихся аксесса участвовать в нем потом будет доступ и ко всему миру то есть здесь пока я не могу точно сказать что будет входить в первые версии что будет во второй и третьей но здесь будет удобно и приятно находиться всем а значит много людей сюда придут и будут создавать этот проект здесь можно будет общаться между собой видеть друг друга как конференции как как и в гугл класс да как на на гугле эта программа даже будет возможно звонить друг другу звонить друг другу где бы вы не находились можно будет выставлять видео как на ютубе то есть возможности будет очень много таких программ будет немало на нашей на нашем портале и это все будет создавать радость у нас будет возможность некоторые из этих программ они будут платные продавать и на эти программы зарабатывать до 20% от ценных продаж кроме основной основного заработка по строению структуры вот что у нас будет если говорить вообще индустрии индустрии рекламы в интернете это самая быстро растущая и стабильная стабильная индустрия где на данный момент более полтора триллиона долларов очень большие большие деньги именно в этой индустрии и мы знаем вот этих монстров я говорю не о людях нормальные люди я говорю о таких вот компаниях как google яндекс байду они зарабатывают миллиарды долларов ничего не производят они просто на примере бабы дуни просто ходят и распространяют информацию да образом говоря то есть они в интернете предоставляют трафик это возможно другим компаниям рекламировать себя только потому что на их порталах есть много народу поэтому наша компания увидела эту возможность и предлагает нам стать партнером вы знаете даже если мы имеем такой же search инжин такую постовую систему как у google мы не можем пойти тем же путем понимаете если путь уже пройден то можно достигнуть той же цели но путь должен быть другим или что-то добавить или что-то убавить или помещать чем-то с чем-то google пошел он пошел первый был на рынке они пошли прямым путем поэтому по этому пути мы уже идти не можем мы не можем поэтому урвать из 7 миллиардов жителей на земле урвать какой-то кусок чтобы они были на нашем портале мы должны предоставить что-то другое поэтому компания пошла именно по другому пути предоставляя нам не только возможность бесплатно находиться и пользоваться теми продуктами которые есть на платформе но и при этом зарабатывать конечно не все догоняет что зарабатывать лучше чем просто тратить время свое хотя на парад люди идут как да было время их загоняли но потом они шли охотно на парад на седьмое кто помнит толком ходили по всей стране 1 мая 9 мая 7 ноября люди ходили толком бесплатно покупали цветы кто-то наряжал свой мотоцикл с флагом и шествовал то есть люди тратили только потому что была какая-то традиция ну и нужно просто выйти на парад это никто и ничего не платил а вот если бы люди понимали что за это можно еще и заработать то я бы вас уверяю они долго бы думали а почему а как это и долго рассуждали а в день праздника на площади оказалось что это несколько человек то же самое и здесь пока менталитет человека не поменяется что за те же вещи которые ты делаешь там и тебе ничего не платят ты можешь заработать он долго врубает поэтому у нас вот такой процесс такой процесс но с момента когда колесо пойдет один круг второй третий четвертый поймает свою волну в нашу компанию будут регистрироваться и не только регистрироваться для того чтобы сэкономить рекламу но также будут регистрироваться для того чтобы строить бизнес это все дело времени это все дело времени и этот маховик уже запущен поэтому компания предлагает нам стать маркетингом и построить собственный бизнес там где google не дает возможности ничего заработать никому кроме как перепокупки акций которые уже были проданы вы можете их только выкупить у того человека который хочет с ними расстаться это единственная ваша возможность у нас же есть возможность сейчас у нас есть возможность зарабатывать на привлечение и создание трафика зарабатывать строить структуру и подготовиться к тому чтобы приобрести акции компании когда она выйдет на рынок то есть те люди которые за счет google сейчас зарабатывать большие большие деньги вложив купив акции в свое время у нас это только подготавливать поэтому мы в очень хорошем положении но несмотря на то что у нас есть возможность заработать в очень легальной компании мы знаем что она была уже проверена мы знаем что она выплачивает каждый день мы знаем что никаких проблем у нее нет не было никогда долгов в этой компании она не начинала свой бизнес инвестиции каких-то кредитов она зарабатывала деньги начала зарабатывать как бы правильным путем то есть привлечением таких инвесторов как мы с самого начала начальный капитал у нее уже был потому что она работала 12 лет до того как выйди на паблик несмотря на это компания говорит что она не дает никаких гарантий что мы будем успешны если мы не сделаем свою часть работы то есть если мы только сюда придем и будем сидеть и смотреть и ждать когда мы станем миллионерами или мы вложим какую-то сумму денег и будем ждать что это превратится в миллионы в такие компании как МММ такого не произойдет все основывается на построении структуры на продажу продуктов то есть мы компания о продаже тех продуктов о которых мы говорили один из них это реклама если мы создаем трафик то мы зарабатываем если мы ничего не создаем мы возвращаем себе эти деньги можем заработать рекламу но состоятельными людьми мы никогда не станем и это очень правильно нужно понять тем не менее компания делится с нами чем 70 процентов от ежедневного заработка не ежемесячного а ежедневного в виде 30 процентов комиссионов и 30 процентов разделения прибыли у нас есть три плана друзья три три плана в одном план AdView это мы смотрим рекламу и если просмотрели 25 сайтов в день мы квалифицируемся на первый план вознаграждения план розничных продаж мы отчасти говорили что те продукты которые есть и будут у нас мы их можем продать напрямую и по ним заработать до 20 процентов вознаграждения план секретных продаж о которых мы сейчас будем говорить значит что входит в первый план просмотрев 24 сайта в день вы квалифицируетесь на распределение прибыли по айпоинтам то есть зависимо сколько у вас айпоинт баланс то есть ваша доля ваша акция в компании вы купили себе пакет на 2000 долларов у вас 4400 айпоинтов на эту сумму вам начисляется из секторских процентов делится всем 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 участникам всем но согласно вашим айпоинтам чем больше айпоинтов тем больше вы зарабатываете ваша задача увеличить ваш айпоинт а это у вас есть всего лишь 3 пути вы покупаете пакет вы делаете реинвестиции каждый день и строите команду вот эти 3 вида которые позволяют вам приумножить ваш айпоинт баланс как делать рекламу вы уже знаете очень просто зашли есть серфинг раздел серфинга вы нажимаете и 30 секунд проходит вам дают возможность на следующую на следующую и вот так 25 максимум можем посмотреть 100 сайтов в день прямые продажи мы рассмотрели продукты до 20 процентов третий вид это построение структуры построение структуры у нас есть 8 видов заработка комиссия стремных продаж это когда вы помогли предвестили человека и он купил пакет и вот с этого пакета вы имеете комиссию в зависимости от вашего статуса если вы на статусе консультант вы зарабатываете 10 процентов один раз если вы вольт и выше 15 процентов дальше базовый план выплат 6 уровней мы рассмотрим лидерский бонус директорский бонус инфинити бонус и роайльский бонус это все вознаграждения которые заложены в нашем маркетинг плане план сетевых продаж вот здесь очень важно увидеть вот возможность заработка от сети и вы видите три уровня на статусе консультант всего лишь три уровня что вы можете заработать если вы заходите в бизнес как консультант и остаетесь им да если вы зашли на 500 долларов вы не докупили или вы не строите бизнес вы не приглашаете людей у вас одна ветка ну масса две то вы зарабатываете вот эти проценты пять с первого и по два процента по второго и третьего уровня другая картина когда вы заходите на gold на 2000 долларов вы зарабатываете уже 15 процентов от купленного пакета вашей первой линии по 10 процентов в первой линии и по шестой уровень вы видите проценты это ежедневно от всех репокупок от всех купленных пакетов либо это месячные проплаты либо это годовые неважно от всех ваших финансовых движений которые есть в вашей структуре вы получаете до 6 уровня вот такие проценты вы можете стать платиной в следующий уровень купив на 5000 долларов либо вы можете построить этот статус и вы стали платиной при этом вы имеете следующие проценты при этом и добавляете еще в седьмом уровне 1 процент следующий статус это даймон вы можете купить за 10 тысяч долларов либо помочь вашей первой линии стать платиной то есть помогаете вашей второй линии чтобы они пригласили каждые по 3 человека вторая линия становится у вас вторая линия у вас все гольд первая линия у вас платины 2 платины и 1 гольд вам позволяет стать даймондом следующий статус блю даймонд да кстати на уровне даймонда добавляете еще в основном уровне 1 процент на уровне блю даймонда вы уже вы не можете этот статус купить за деньги его можно только построить значит что вам нужно сделать будучи даймондом имея 2 платины во втором в первом уровне и 9 голдов золотых директоров в третьем помогите вот тем девятерым пригласить каждому по 3 человека и они станут платиной ваша первая линия станет то даймондом и вы становитесь то блюдами но достаточно чтобы ironically у вас 2 было даймонда и 1 специально ну и если в идеале вы приглашаете 3 человек помогаете им делать тоже самое вторая линия третья линия теперь здесь три по три по три активных партнеров которые приглашают 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 и практически если вы выиграетесь до пятого, шестого уровня, у вас миллионный бизнес. Это миллионный бизнес. В нашем бизнесе все просто. Если правильно его строить, по три человека, по три человека активных. Конечно, поначалу приходится регистрировать много людей. Пять, десять, пятнадцать, двадцать, но из них выбрать три человека активных и помогать им. Не тратить время на тех, которые пришли просто погулять. Вы дали ему информацию. Он посмотрел, вы ответили. Он пришел на презентацию, ему помогли. Но если человек не двигается, не тратьте с ним время. Ищите золотые корабли. Наша задача это искать. Искать, искать, искать. Нашли одного, вы нашли золотой клад. Работайте с ним. Нашли второго, вы нашли золотой клад. Работайте с ним. Дальше, дальше, дальше. Нашли золотую жилу. Все. Нету смысла уговаривать кого-то. Мир, он такой, как на параде. Понимаете? Вот пока, пока все идут толпой и кричат ура, они готовы идти. А как только говоришь, слушай, ты из этого можешь иметь выгоду, остановись и выстрои правильное движение, что ты должен сделать. И ты начнешь зарабатывать. Ему это трудно делать. Ему легче идти вот так от толпа. Лучше, легче со всеми, даже если это бесплатно. Поэтому из этой толпы искать, 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 искать. Это нелегко, поверьте. Но с момента, как вы нашли человека, который заинтересован в том, чтобы построить бизнес, поверьте, он от вас не отстанет. Если вы уйдете из бизнеса, он будет продолжать. Один из них, это я. Мне не важно, что там делают мои высшие спонсоры. Мне не важно. Мне важен мой бизнес. Понимаете? И у меня есть люди, которые не ждут, чтобы я их гонял, чтобы я их упрашивал. Ну, та и пряника им не нужна. Они понимают, что это их не бизнес. Это то же самое, друзья, о чем я говорю. Что я нашел золотой корабль. А поверьте, у меня более 50 человек в первой линии зарегистрированы. И из них только 4-5 человек, которые более-менее двигаются. Три человека, которые делают. Вот так вот. Ну, вот смотрите, из 50, из 50 5 человек активных. Это один из 10. Вот так вот. Если вы пригласили 10 человек, статистически можно рассчитывать. на то, что один человек только станет работать. И не жалуйтесь на то, почему вот я приглашаю, но они не идут. Да они не бизнесмены. Они вышли просто погулять. Понимаете? Они просто гуляют по улице. На бизнесмена нужно нарваться, его нужно найти, его нужно выкупать. Да? И тогда ваш бизнес состоялся. И это не важно не только в нашей компании, в любую. в любую. Легче приходит найти людей, которые приходят на такие вот лохотроны, где никого не надо приглашать. Они с легкостью, с радостью расстанутся с деньгами, только бы не работать. Поэтому столько бедности в интернете. Значит, став платье даймонов, что мы имеем, друзья? Мы имеем 1% до бесконечности. Видите? Следующий это план сетевых продаж и именно royalty бонус. Следующий уровень это black diamond. Чтобы ставить black diamond, мы должны вырастить в первой линии двух blue diamond и один diamond. И тогда мы становимся black diamond. Что мы имеем? Мы имеем 1% от всей нашей организации. Сколько мы заработали, нам дают еще 1% сверху. Когда в нашей первой линии появляется один black diamond, мы получаем 1% структуры. И мы становимся black diamond 1. Второй black diamond в нашей первой линии позволяет нам получать и от его структуры 1% и мы становимся black diamond 2. И естественно третий партнер, который становится black diamond вашей первой линии делает 2 black diamond 3 и вы получаете его структуру 1%. Следующий момент вот айпоинты как работают многие вот здесь просто не понимают. Те 70% которые возвращаются нам от них 35% распределяет компания следующим образом. Именно согласно нашим айпоинт балансу. Чем больше у вас айпоинты тем больше вам начисляют. Айпоинты мы говорили это мы покупаем пакеты и там входит на 2000 входит 100% 1 к 1 айпоинт плюс еще 120 сверху значит еще 2400 сверху айпоинтов все вместе это 4400 айпоинтов вот на них вам будут начислять завтра если сегодня купите пакет завтра вам начислят определенную сумму денег и эта сумма нефиксированная потому что все зависит от того сколько компания заработает по всему миру она заработала миллион долларов за сегодня вот этот миллион долларов 700 300 тысяч уходит компания а 70% делится пополам так вот 350 тысяч долларов будет разделено между всеми дистрибьюторами согласно их айпоинт баланса то есть согласно вашим актам чем больше какого-то 5 тысяч кого-то 10 тысяч значит каждый получит согласно своему айпоинт балансу второй момент у нас есть репокупка репокупка когда вы заработали сегодня что-то эта сумма делится 50 на 50 50 уходит на накопительный ваш кошелек когда накопится 50 долларов вы их можете снять а 50% уходит на покупку вот этих айпоинтов один к одному один доллар один айпоинт понятно да следующее это мы пропускаем у нас есть карбонус когда мы в общей группе делаем 200 тысяч товарооборота нам насисляют подарочных 500 достигаем 600-600 тысяч долларов товарооборота в нашей группе мы зарабатываем полторы тысячи долларов это все виды вознаграждения которые вы уже знаете это вы тоже знаете это вы тоже знаете я сегодня хочу остановиться на следующее у нас есть еще почти 3 месяца ну будем говорить 2 с половиной месяца чтобы квалифицироваться на клуб учредителей то есть стать акционером нашей компании и здесь важно понять следующее что в этом квартале товарооборот в первой линии должен быть 10 тысяч долларов то есть вы зашли сначала вы должны зайти на 2000 долларов если вы хотите стать акционером на 2000 долларов после этого вам дают возможность 2 с половиной месяца ну до конца июня если вы если вы зайдете на 2000 в середине июня у вас останется сколько останется всего лишь 15 дней если вы сейчас зайдете у вас 2 с половиной месяца что вы за это время должны сделать пригласить в первую линию либо двоих человек на 5 тысяч долларов либо 5 человек на 2 тысячи долларов и так далее то есть у вас в первой линии должно быть товарооборот в 10 тысяч долларов и вы квалифицируетесь на обучредителя в конце года подсчитывается все ваши реинвестиции на эту сумму вам начисляют на трассовом аккаунт начисляют определенную сумму денег эти деньги накапливаются каждый год будут разные условия разные условия могут даже для стариков оставить я не могу утверждать но к моменту когда компания выйдет на биржу у нас будет определенная сумма денег на которых мы сможем купить акции на 15% дешевле чем все остальные деньги у нас вот и вывод это беспрепятственно никаких проблем не было нет и вряд ли будет нету человека который бы пожаловался и предоставил явные доказательства что он не может вытащить деньги из компании такого нету такого понятия у нас нету что это нужно для того чтобы начать бизнес для этого нужно купить консультацию на 1599-95 директорский пакет желательно на 2000 хотя можно начать из 500 но я всегда говорю что 2000 выгибли потому что то же самое что идти из Ленинграда в Москву через Владивосток и делать все если мы хотим много зарабатывать строим структуру делимся информацией то есть как баба-друга ходим по деревне и рассказываем о возможности либо подключаем современные инструменты в виде скайпа в виде рассылок в виде имейлов в виде фейсбука в каких-то рекламные доски каждый кому удобно и находим возможность рекламировать рассказывать о нашей компании и недалек тот день когда в вашей стране в вашем городе могут происходить вот такие конференции как происходили в прошлом году и в этом году в авиатских странах где вы сможете встретиться друг с другом а также и с нашими руководителями каждый год проходит в Лас-Вегасе конференция в середине ноября ежегодно вы можете присутствовать здесь заранее уже построить команду чтобы вам не было скучно вы можете вместе с вашей командой сюда приехать красивый город есть что увидеть деньги потратить а для того чтобы было что вам тратить уже сейчас начинайте строить ваш бизнес формула успеха и я еще говорю следующие друзья очень важно понять что нам не нужно заниматься переписием населения но однозначно мы должны из тех людей с кем мы встречаемся либо на улице либо на работе либо в интернете найти и ставить партнеров заинтересован в построении бизнеса найти таких партнеров если вы нашли таких золотых 3 золотые директоров 3 золтые корабли 3 золотые корабля корабли или корабля корабли 3 корабля золотые значит вы отправляете их в плавание они они с золотом поплывут и принесут вам очень много-много-много-много прибыли. Понимаете? Но для того, чтобы их найти, нам нужно включиться в поиски. Нашли троих, помогите им найти тоже три человека. Три бизнесмена. Мы не говорим подписать там тещу, как мы устаем, лидеры, от тех, которые подписали внука, бабушку, дедушку, там, я не знаю, соседа, думал, что будет, хотел ему сделать добро, видимо, плохо, плохо живет, хотел ему сделать добро, купил на свои деньги ему там пакет, а он не работает. Так он потому и бедный, что он никогда не работал, он не думал работать, а вы же захотели его сделать богатым. Такой стати. Ему нравится быть бедным, ему нравится постоянно просить, чтобы кто-то ему поддавал. В момент, когда он начнет зарабатывать, он никогда не будет делиться ни с кем, потому что он это не знает, что такое. И к нему богатство не приходит. Поэтому эти люди никогда не заработают и никогда не поднимут перста своего, что-то сделать. Оставьте их в покое, будьте благоразумными, не тратьте ваши деньги, лучше потратьте ваше время на поиски вот этих людей. Потому что люди ищут возможности. Расскажите, найдите человека, который ищет возможности построения бизнеса. Миллионы, миллионы людей хотят уйти от той работы, от той рутины работы, которой они работают, ищут возможности построения. Научите их, покажите, научите, как это делать. Где это делать? Пусть они придут на презентацию, услышат. Не отдавайте свои деньги, не покупайте за свои деньги аккаунты другим партнерам. В надежде, что они заработают. Ни один еще не начал работать вот в таком плане. Все они, да-да-да-да, все в надежде, что вот-вот, вроде бы он там лидер какой-то. Даже некоторые покупают и дают аккаунты лидера. Какой стать? Если он лидер, он должен себе купить и быть примером, а не бомжом. Вы не привлекаете лидера, это бомж. Вам нужна армия бомжей? Бомж привлекает к себе бомжей. Поэтому ваши деньги держите при себе. Лучше докупите себе пакет, нежели отдавать кому-то другому. Вот только я вижу сплошь и рядом, кто купил за свои деньги кому-то, сейчас имеет проблемы. Поэтому найдите себе партнера. А как его находить? Только раздавая информацию. Раздавая информацию. Если вы это сделаете, друзья, практически во втором, третьем, четвертом, как я говорил, если до третьего, хотя бы четвертого уровня люди будут дублицировать, по три, каждый по три, практически у вас уже началось движение по построению бизнеса на миллион долларов. Кто-то жаловит, ну вот не слушает, ну медленно идет. Ну ничего страшного, друзья, ничего страшного, что медленно идет. Пусть это теоретически звучит, но все равно это приближает нас к пониманию, насколько это правильно. Если вы задали себя целью одного минимума человека найти в месяц партнера, и о задаче вот этой цели ваших партнеров сделать то же самое, пусть по одному человеку в месяц, то смотрите, через три месяца у вас уже будет восемь человек, через четыре месяца шестнадцать человек, кто-то говорит, ну что такое шестнадцать человек, я знаю, что некоторые шестнадцать человек за день приглашают, та есть и за час приглашают за шестнадцать человек. Я знаю, у меня не раз было за месяц полторы-две тысячи человек в структуре, ну и что? И где эти структуры? Их нету. Потому что в компаниях там предложения были неправильные. То есть быстро-быстро-быстро, и там все, можно никого не приглашать и заработать. Конечно, на этот парад люди быстро идут. Люди быстро идут. Но как только фанфара пела последний марш, нету. Нету этой компании, нету этой структуры. Понимаете? Поэтому я этим не занимаюсь и никому не советую. Я лучше иду таким мелкими шагами, то есть будет, черепавшими шагами, но в верном направлении. Можно бегать очень быстро, в разные стороны, уклоняясь каждый раз от цели. можно проделать миллиарды километров, пробежать, пролететь, проползать, не важно. Но не в правильном направлении. Да? Толк от этого. Видимость работы и много пыли. Поэтому нужно видеть свою цель и двигаться в этом направлении правильно. правильно. Пусть в мелкие шаги, но это вас будет приближать к вашей цели. Поэтому уже через год, если выдержать вот это, вот эти правила, минимальные, по одному человеку в месяц, у вас уже в культуре будет четыре тысячи человек. Я вас поздравляю, вы миллионер. Почему так мало миллионеров в русскоязычной? Можно сказать, что их нет. Только потому, что люди хотят быстро заработать. Почему у китайцев за полтора года стали миллионерами? Потому, что они занимаются одним бизнесом. Они увидели возможность и приглашают людей на эту возможность. А нас рынок научил быстро заработать. быстро. Из грязи в снязи за одну ночь. Из грязи в снязи получилось разграбить страну. Вот аллергах и стали именно вот было время. Но такого времени грязи когда повторится. Была революция, когда прибрали к рукам. Потом перестройка. Но даже если это еще и повторится, через сто лет нам это не светит. Это нормально бизнес строится? Правильно. То есть работать нужно. По другому 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 пути нет. Либо вы рискуете сделать быстро быстро структуру в тех компаниях, которые быстро исчезают. Друзья, нету нету другой альтернативы. Либо мы начинаем строить правильно, находимся в одной компании и привлекаем, привлекаем, работаем, сами поднимаем свою квалификацию, больше узнаем об этой компании. Потому что каждый раз, когда мы рассказываем одному, второму, третьим, четвертым, даем информацию, видео, мы становимся профессионалами. И приходит время, когда люди уже быстрее реагируют на то, что мы говорим. И они нас слышат. Не только слушают, но и слышат. И через месяц, через два, через три постоянных вот таких монотонных презентаций, мелких презентаций, может быть, в течение пяти минут кому-то рассказываете, дали кому-то информацию, дают результаты. Дают результаты. Другой возможности практически нету построить свой бизнес, который бы жил долго. Но нет для такой возможности. Быстро заработка, пожалуйста, есть. Но они несут с собой большие риски. Не мне вам это говорить. Ну, вот, в принципе, о чем мы сегодня поговорили. Мы поговорили о продукте, поговорили о маркетинг-плане, ну, и чуть-чуть остановились на построении бизнеса. Где можно строить? Бизнес можно строить там, где компания стабильна. Вы можете пронести очень дорогой материал, готовые комплексные сборные дома можно провести, да, классные в Швеции или там в Финлянде европейского качества. Практически можно за неделю выстроить ваш дом. И он будет долговечным, он будет красивым. но если вы построили ее на болоте, то есть фундамент, он должен быть крепким. На песке эти вы построите, то же самое. Дождь пойдет и все смоет. Поэтому фундамент нужно смотреть в почву. А почва это является не что иное, как компания. И я почему остановился на аксесс? Потому что компания проверенная. мне сейчас небоязно, я спокоен как удав. Компания никуда не исчезнет. Она пришла надолго, я рискую говорить, что она пришла навсегда. Да? Хотя это совсем не риск. Судя по всем, что она уже делала и делает и какие планы на будущее, практически она пришла навсегда. будет ли она в таком виде, который она сейчас, это вопрос, это под вопросом. Но то, что она нету фантазии, моя никак не дает никаких картин, как бы она могла бы исчезнуть с рынка. Видоизменяться будет, конечно будет. Даже через год мы ее не узнаем. Через 20 тем более. вот это дает мне право говорить вам друзья, что здесь можно построить настоящий бизнес. Почва компания проверенная, развивается, большие амбиции, вот это дает мне основание строить. И я строю из таких терпичиков первый партнер, второй партнер, третий он помогает им, помогает им. и это строится мой бизнес, мой дом на этом фундаменте, на фундаменте от сетт-маркетинга. Это все. Хотите построить, вот сегодня буквально за 20 минут до моей презентации, человек видно, что не первый раз в интернете, видно, что умеет говорить, но говорит то, что просто смешно. О тех вещах предлагает практически хайп под сказку высоких технологий в будущем, которая будет связана с транспортами и так далее. А это звучит, да, а это создалось на каких-то встречах руководства Путина и Медведева и так далее. Да, это обсуждалось, но смотрите, как грамотно кто-то взял и привинтил к этой теме. Чем это обсуждается, тем обсуждается. А взяли хайпик к этому разу, прикрепили, все, и люди слушают эту сказку, отдают деньги. Эта сказка будет жить еще 20 лет, потому что Россия, как и не перешла на новые технологии, тем более именно транспортные, так и не перейдет скоро. Америка, как построила себе железные дороги 300 лет назад, 200 лет назад, так и на них ездит и не собирает их менять. все по той простой причине. Как есть машины, которые кушают много бензина, так они и будут, хотя есть моторы, двигатели, которые работают на расщепление атома, на воде и так далее, но они не выгодны этих олигархов, у которых есть контроль над нефтью, и до тех пор, пока будет никаких технологий речь не может быть. И до тех пор, пока паровозы едят на электричестве и на угле, или на солярке, или там еще на какой-то сырье, на котором у них есть контроль, ни о каких новых технологиях идти речь не может быть. Это не связано с Россией только, это везде, потому что эти люди контролируют весь мир, всем ресурсами. И вот эти новые технологии они будут биться, биться, биться до тех пор, пока они устанут. И только когда они посчитают нужно, чтобы они появились, только тогда они появятся. И это уже на протяжении ста лет не разу имело место. И никто не может сдвинуть это с места. Но сказка хорошая. под этот 22% уходит только на реферальный. А какие-то деньги придут на разработку. То есть они разграбят эти деньги до того, как они туда дойдут. Но цель 100% эти деньги туда не дойдут. Не дойдут. Потому что так бизнес не строится. Если привлекаются какие-то инвестиции, то они все должны находиться, все до последней копейки находиться в проекте с расчетом что через год, через два, через пять, когда он строится, тогда вы получите дивиденды. А здесь ты еще не успел, деньги еще не дошли, а ты уже со своей структуры 22% уже вытащил из этих инвестиций. И вот люди на это идут. И с энтузиазмом рассказывают, и слушают их, и будут туда вносить. И миллиарды долларов, дорогие мои друзья, уйдут, а может быть миллиарды нет, но сотни миллионов они успеют нахапать. И ничего не построится, вы услышите об этом. А люди вот этого не видят. Потому что кроме того, что вам предлагается, вы смотрите, а с чем это связано? К чему они это прикрепляют? А как это вообще, почему это до сих пор не работает? Хотя уже 50 лет вот этим технологиям. Поэтому я отказываюсь слушать вот эти сказки. Понимаете? Я отказываюсь слушать эти сказки. И ищу компанию, то есть я уже нашел компанию, которая просто-напросто доказывает, доказывает того, что она стоит на камне и на ней можно строить. Это не болото, это не сказка, это не песок. Спасибо, четко, ясно, доходчиво. Ну, Людмила, вам спасибо за то, что вы были сегодня. Вам решать попробовать поиграть в лотерею, но почему-то все, которые играют в лотерею, уже по 20 лет и собственно, если бы они могли посчитать, вот по рублю, по рублю, по рублю, помните, еще было там, по 30 копеек, по-моему, билеты были, покупали на 3 рубля в месяц, если бы они могли посчитать все деньги, которые они отдали за всю жизнь в лотереи, они бы сейчас жили, на эти деньги купили бы несколько домов. Но так как они отдавали в каждый день, в каждую неделю, сказал, да, подумаешь, 3 рубля, да, подумаешь, 5 рублей, да, подумаешь, там, ну, именно по тем временам, а сейчас это 100 долларов, 100 рублей, 200 рублей, да, подумаешь, да, подумаешь, а если бы собрать, они бы имели бы квартиру в центре Москвы. А наши люди сейчас продолжают играть в лотереи, а все эти проекты, все эти проекты, которые предъявляют возможность заработать большие проценты, либо заработать никого не приглашая, а это своего рода тоже лотереи, куда мы отдаем деньги. Кто-то выигрывает, конечно, конечно, кто-то, но это один из миллионов людей. Ну, посчитайте в процентном отношении, какой у вас шанс там заработать. Поэтому умные люди строят бизнес там, где его можно построить, где есть стабильность. Хорошо, друзья, мы уже час, час как рассуждаем. Мы сегодня начали с того, что не было, не было новичков, поэтому мы начали с середины презентации. Завтра приглашайте ваших партнеров, новых, старых, приглашайте, будем рассуждать на возможности построения бизнеса в нашей компании Акцесс. Ровно в 8 часов по Москве, 22 по Москве, я, Сергей Райлян, проведу презентацию 15 апреля. Все, друзья, если вопросов нет, мы можем идти и продолжить наш поезд. Наша работа в том, чтобы найти золотой кораблик хотя бы одного в месяц. И тогда наш бизнес просто-напросто взорвется. Ну все, всех благ вам, до завтра, пока. Субтитры создавал DimaTorzok